Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Войска Национальной Гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Органы и войска правопорядка имеют значительный опыт выполнения задач по обеспечению государственной и общественной безопасности в различные исторические периоды. Особое место занимает опыт применения органов и войск НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны. Личный состав органов и войск НКВД в непростые военные годы сумел обеспечить высокий уровень выполнения поставленных правительством страны задач. Германия давно готовилась к захватнической войне, полностью починив экономику и всю жизнь в стране интересам войны. Агрессор, захвативший почти всю Западную Европу, обладал огромным экономическим и военным потенциалом. На рассвете 22 июня 1941 года вооруженные силы нацистской Германии и ее союзников вторглись на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа за свою землю, свободу и независимость. Вступление Советского Союза в вооруженную борьбу с немецко-фашистскими войсками стало главным и решающим фактором изменения социально-политического характера Второй мировой войны. Эта борьба слилась с освободительной борьбой всех антифашистских сил, сопротивлением жертв гитлеровской агрессии. Разгром немецко-фашистских войск на территории СССР и освобождение советскими войсками, захваченных нацистами стран Европы, в конечном счете предопределили крах фашизма. Значительный вклад в достижение победы над немецко-фашистскими войсками внес личный состав органов и войск НКВД СССР. Именно совместное применение органов и войск в боевых действиях, обеспечение высокого уровня правопорядка и общественной безопасности на территории страны, борьбе с националистическим подпольем и добросовестное выполнение разнообразных служебно-боевых задач способствовали разгрому врага. Участие органов НКВД СССР в Великой Отечественной войне В годы Великой Отечественной войны руководством Наркомата внутренних дел на органы НКВД возлагались следующие основные задачи. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Осуществление заградительной службы на территории страны. Борьба с грабежами, кражами, хулиганством и другими уголовными преступлениями. Изъятие у населения незаконно хранящегося оружия. Наблюдение и контроль за исполнением обязательных постановлений местных органов и военных властей. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности органами НКВД обеспечивалась Сетью наружных постов милиции. Участковыми уполномоченными милиции. Линейными оперуполномоченными транспортной милиции. Патрулями, высылаемыми в вечернее время по заранее разработанным маршрутам. Только за период 1941 года по 1943 год постовой сетью органов НКВД Было задержано уголовно-преступного элемента и нарушителей общественного порядка В городах и рабочих поселках. В 1941 году более 1 миллиона человек. В 1942 году более 800 тысяч человек. В 1943 году около 2 миллионов человек. В местностях, где был введен режим военного положения, территориальные органы НКВД проводили проверку прописки населения в городах и населенных пунктах. К нарушителям применялись жесткие административные меры. Всем лицам, не имевшим прописки, рекомендовалось покинуть населенный пункт в течение суток. На железнодорожном и водном транспорте были созданы специальные оперативные группы милиции с целью удаления с поездов незаконно проезжающих и выявления среди них преступников, дезертиров, мародеров и другого преступного элемента. Кроме того, были созданы прифронтовые оперативные группы, в обязанность которых входило следить за выполнением железнодорожниками приказов воинского командования, выявлять и информировать военное командование о появляющихся вражеских частях и парашютистах, принимать меры к их уничтожению, наблюдать за эвакуацией и отводом подвижного состава в тыл. Значительную роль органы НКВД сыграли в поддержании общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в городах, находившихся на осадном положении. Так, в соответствии с планом мероприятий по очистке города Москвы и Московской области от антисоветского и социально опасного элемента от 14 ноября 1941 года, районные отделы милиции провели учет всех неблагонадежных категорий населения, а также лиц немецкой, финской, итальянской, румынской и венгерской национальности, которые подлежали аресту в случае ведения ими антисоветской деятельности. В декабре 1941 года, когда после разгрома немцев под Москвой началось массовое возвращение в Москву ранее эвакуированных, на основных магистралях, ведущих к Москве, были созданы милицейские контрольно-пропускные пункты. На железнодорожном транспорте вокруг Москвы было организовано свыше 100 оперативных заслонок с числом работников милиции свыше 1000 человек. Этими оперативными заслонами до 1 апреля 1942 года было снято с поездов более 800 тысяч человек, незаконно возвращавшихся в Москву. С момента введения пропускной системы на проезд по железнодорожному и водному транспорту оперативными группами милиции, сопровождающими поезда, было снято с поездов и пароходов незаконно проезжающих пассажиров около 2 миллионов 500 тысяч человек. В условиях военного времени, особенно во втором и третьем периодах войны, значительно усложнилась повседневная работа органов МКВД по борьбе с уголовной преступностью. Для предотвращения роста количества уголовных преступлений основное внимание органов МКВД было направлено на выявление дезертиров, организацию оперативного учета и агентурную разработку преступного элемента, изучение новых форм и методов уголовных преступлений. Вслед за передовыми воинскими частями Красной Армии посвобожденные от врага города и села вступали заранее сформированные и подготовленные оперативные группы милиции, которые немедленно приступали к работе по организации постовой и патрульной службы обеспечению общественной безопасности совместно с войсковым командованием. Территориальными органами милиции с начала войны и до 1 января 1944 года было задержано дезертиров и уклоняющихся от призыва иммобилизации более 600 тысяч человек. Уголовно-преступного элемента и нарушителей общественного порядка более 2 млн 650 тысяч человек. В работе по охране общественного порядка органы милиции широко использовали помощь рабочих, служащих и учащихся, из которых были организованы бригады содействия милиции. Бригады содействия милиции совместно с работниками милиции и самостоятельно несли дежурство на постах, участвовали в патрулировании, в обходах, облавах, задержании беспризорных детей, привлекались к обеспечению общественного порядка на вокзалах, при посадке пассажиров в поезда, во время шествий, демонстраций и праздностей. Непосредственно при их содействии было задержано большое количество нарушителей общественного порядка и хулиганов. В 1942 году более 110 тысяч человек, а в 1943 году более 120 тысяч человек. В сельской местности охрана общественного порядка осуществлялась участковыми уполномоченными милиции, каждая из которых обслуживал территорию нескольких сельских советов с населением численностью от 5 до 12 тысяч человек. Перед войной помощниками участкового уполномоченного на селе являлись сельские исполнители, но в связи с уходом большинства мужского населения в армию численность их резко сократилась. В связи с нехваткой сельских исполнителей в каждом населенном пункте страны были организованы группы охраны общественного порядка, численностью не менее 12 человек в каждой, состоящей из советско-партийного актива. Выполняя под руководством участкового уполномоченного разнообразные задачи, группы охраны общественного порядка несли дежурство по населенному пункту в виде выставления постов, выставляли пикеты-заслоны на шоссейных и других дорогах и на въездах в населенный пункт, патрулировали населенные пункты и вели наблюдение за воздушным пространством с наблюдательных постов. Усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности органами НКВД в годы войны способствовало стабилизации обстановки внутри страны. Важное значение в деятельности органов НКВД имела работа по изъятию населения незаконно хранящегося оружия. В течение 1941-1943 годов органами милиции было изъято у населения страны более 240 тысяч единиц огнестрельного оружия. В 1943 году органами милиции была произведена масштабная проверка наличия оружия у отдельных работников учреждений, предприятий и организаций. Было проверено более 26 тысяч учреждений, предприятий и организаций с индивидуальным опросом более полумиллиона работников. В результате проведения этой работы у населения было изъято более 13 тысяч единиц оружия. Если до войны количество оружия, изъятого у преступного элемента при арестах, исчислялось единицами, то в военное время оно уже исчислялось десятками тысяч. На вооружении у преступников, особенно у дезертиров, во многих случаях обнаруживались пулеметы, автоматы и гранаты. В связи с этим сотрудникам милиции зачастую приходилось вступать в бой столкновения с преступниками. За период войны органами милиции в освобожденных районах Советского Союза было изъято оружие. Пулеметов более 8 тысяч, автоматов более 11 тысяч, винтовок более 250 тысяч, револьверов и пистолетов более 56 тысяч единиц. Изъятое оружие и боеприпасы передавались на склады через местные органы НКВД, трофейные команды и военкоматы. В условиях военного времени значительно усилилась работа органов милиции по наблюдению и контролю за исполнением обязательных постановлений местных советов и военных властей, главным образом за счет обязательных постановлений властей. На органы милиции было возложено наблюдение за исполнением обязательных постановлений по вопросам дисциплины светомаскировки, пропускного режима, трудовой и буржевой повинности, соблюдение правил въезда в населенные пункты, нарушение правил по сигналу воздушная тревога, дежурств у домовладений, а также по целому ряду решений и обязательных постановлений военных властей в местностях, объявленных находящимися на военном положении. Таким образом, сотрудники органов НКВД в годы Великой Отечественной войны принимали решительные меры к пресечению противоправных проявлений на территории Советского Союза и решительно боролись с любыми преступными проявлениями. В сложных условиях первого периода войны органы правопорядка оказались стабилизирующим фактором, позволившим в кратчайшие сроки организовать работу тыла Советского Союза. Во втором и третьем периодах Великой Отечественной войны, в ходе освобождения территории страны от врага, милиция организовывала мирную жизнь граждан, восстанавливала органы государственной власти, инфраструктуру и хозяйственные объекты, что приближало победу войны. Успешное решение задач предопределялось в том числе тесным взаимодействием органов и войск НКВД. Участие войск НКВД СССР в Великой Отечественной войне В первом периоде Великой Отечественной войны военнослужащие войск НКВД вступили в схватку с противником с началом агрессии. Кроме выполнения своих служебно-боевых задач, личный состав войск привлекался к ведению боевых действий на таких участках фронта, где вместе с соединениями и воинскими частями Красной Армии, а порой и самостоятельно на отдельных направлениях, нужно было любой ценой задержать врага. Во втором периоде войны войска НКВД участвовали в боевых действиях, обеспечивали охрану тыла действующей Красной Армии, охраняли коммуникации и особо важные предприятия промышленности, конвоировали военнопленных, вели борьбу с диверсантами и шпионами, дезертирами и бандитами, решали целый ряд других служебно-боевых задач. В третьем периоде войны войска НКВД внесли значительный вклад в дело достижения победы. На войска НКВД были возложены новые задачи, участие в борьбе с националистическим подпольем на территории Западной Украины, Западной Белоруссии и Прибалтики, охрана тыла и коммуникации действующей армии и ряд других важнейших задач. Участие личного состава войск НКВД в боевых действиях в первом и втором периодах войны. С первых минут войны военнослужащие войск НКВД приняли участие в боевых действиях. Они показали беспримерную стойкость во многих сражениях и боях, в обороне транспортных сооружений, Брестской крепости, Киева, Риги, Ленинграда, Москвы, Сталинграда, в битвах на Кавказе и Курской дуге. Участие войск НКВД в приграничных сражениях 1941 года. Перед началом войны все наиболее крупные мосты, железнодорожные сооружения и важные предприятия промышленности, расположенные в приграничных районах, охранялись гарнизонами войск НКВД, которые одними из первых вступили в бой с немецко-фашистскими войсками. С 28 по 30 июня 1941 года личный состав 22-й мотострелковой дивизии войск НКВД участвовал в обороне Риги. В боях за Рижский мост 29 июня 1941 года военнослужащие 83-го полка войск НКВД по охране железнодорожных сооружений проявили мужество и героизм. В боях на реке Березина 2 и 3 июля 1941 года отличились части 42-й отдельной бригады конвойных войск НКВД. Военнослужащие 226-го, 240-го и 251-го полков стойко удерживали переправы на фронте до 15 километров. 21 июля 1941 года отважный командир танка БТ-7 6-го мотострелкового полка, младший сержант Кулагин, выбравшись из горящей машины и будучи раненым в ногу, продолжал сражаться, за что был награжден Орденом Ленина. Успешно действовал в августе 1941 года на Каневском направлении личный состав бронепоезда 56-го полка 4-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений. В представлении к правительственной награде командира бронепоезда капитана Ищенко указывалось, за период боев бронепоезд уничтожил 30 мотоциклистов, до 700 человек пехоты, 12 минометов, 2 артиллерийские батареи, 5 противотанковых орудий, 5 бронетягачей, 2 бронемашины, 11 танков и 1 двухмоторный вражеский бомбардировщик. За проявленное мужество и отвагу командир бронепоезда 56-го полка войск НКВД по охране железнодорожных сооружений капитан Ищенко Петр Кириллович был награжден Орденом Ленина. Личный состав войск, сдерживая превосходящего врага, вел упорные бои за каждый охраняемый объект. Многие из военнослужащих, оказавшись отрезанными от своих воинских частей, сражались в окружении, и лишь когда кончались боеприпасы, подрывали охраняемые объекты и вливались в отходящие воинские части Красной Армии. Начало войны крайне неудачно складывалось для Красной Армии. В течение первых недель войны немецким войскам удалось вклиниться вглубь советской территории на 400 километров. Однако в тылу противника продолжал сражаться гарнизон героической Брестской крепости, в состав которого входил 132-й отдельный батальон конвойных войск НКВД. Там, где личный состав батальона держал оборону, на стене казармы осталась надпись «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» 20 июля 1941 года. Участие войск НКВД в ленинградской оборонительной операции Одним из первоочередных объектов агрессии военно-политическое руководство Германии наметило город Ленинград. Наступление немецких войск на ленинградском направлении началось 10 июля 1941 года. В связи со стремительным продвижением немецких войск к городу и отсутствием войсковых резервов командованием Ленинградского фронта был принят ряд мер по усилению обороны, одной из которых стало формирование и направление на фронт 1, 20 и 21 стрелковых дивизий войск НКВД. В начале сентября 1941 года 1-я стрелковая дивизия войск НКВД, находясь на направлении главного удара моторизованных соединений 16-й немецкой армии, участвовала в обороне Шлиссельбурга. 20-я стрелковая дивизия войск НКВД обеспечивала охрану и оборону объектов на территории Карелии и Ленинградской области. На северо-западном направлении натиск немецких войск сдерживали воинские части 21-й стрелковой дивизии войск НКВД. Докладывая о боевых действиях частей дивизии, командир 21-й стрелковой дивизии полковник Папченко подчеркивал мужество и отвагу бойцов в бесперерывных трехнедельных упорнейших боях с превосходящими силами противника, личный состав малочисленного и недостаточно технически оснащенного 14-го краснознаменного полка показал высокие образцы мужества, геройства и отваги, способность драться с врагами до последней капли крови. Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Георгий Константинович Жуков в числе особо отличившихся соединений первый назвал 21-ю стрелковую дивизию войск НКВД. Важную роль в срыве планов противника по овладению Ленинградом сыграли контрудары советских войск в целях деблокады города. В ночь на 20 сентября 1941 года части 1-й стрелковой дивизии войск НКВД во взаимодействии с воинскими частями Красной Армии и моряками Ладожской военной флотилии форсировали Неву и закрепились на ее левом берегу на небольшом плацдарме, получившем название «Невский пятачок». Ожесточенные бои за «Невский пятачок», в которых приняли участие воинские части 1-й и 20-й стрелковых дивизий войск НКВД, продолжались в течение 7,5 месяцев. Именно в это время в воинских частях войск НКВД, оборонявших город Ленинград, зародилось и получило широкое распространение снайперское движение. В октябре 1941 года открыли счет уничтоженному противнику снайперы 1-й стрелковой дивизии войск НКВД, старшина Вежливцев и рядовой Галиченков, которые к 20 января 1942 года уничтожили, соответственно, 134 из 140 гитлеровцев. В феврале 1942 года за мужество и героизм Ивану Дмитриевичу Вежливцеву и Петру Ивановичу Галиченкову было присвоено звание Героя Советского Союза. После стабилизации фронта под Ленинградом на воинские части войск НКВД была возложена задача охраны продовольственных грузов, поступавших в осажденный город по дороге жизни, проходящий по льду Ладожского озера. К ее обслуживанию и охране были привлечены подразделения 13-го мотострелкового полка и 23-й стрелковой дивизии войск НКВД, которые достойно справились с поставленной задачей. Участие войск НКВД в битве под Москвой В конце сентября 1941 года немецкое командование начало операцию «Тайфун», конечной целью которой было владение столицей нашей Родины городом Москвой. В результате активных наступательных действий немецких танковых и моторизованных соединений в начале октября 1941 года под Москвой сложилась тяжелая обстановка. Вследствие этого, 5 октября 1941 года, Государственный комитет обороны наметил ряд мер по усилению защиты столицы, среди которых значительное место занимало привлечение войск НКВД московского гарнизона к обороне города. В соответствии с приказом НКВД СССР, от 7 октября 1941 года была сформирована 2-я мотострелковая дивизия особого назначения командир генерал-майор Синилов, общей численностью свыше 10 тысяч человек. По новому штату была переформирована отдельная мотострелковая дивизия особого назначения имени Феликса Игнудовича Дзержинского под командованием генерал-майора Марченкова. Помимо этого, была сформирована отдельная мотострелковая бригада особого назначения АМСБОН, командир-полковник Орлов, общей численностью около 4 тысяч человек, которая внесла большой вклад в оборону Москвы. Кроме выполнения основных задач, из состава бригады выделялись саперы и минеры для установки инженерных заграждений и минирования дорог на подступах к Москве и в самом городе. Постановление Государственного комитета обороны об введении с 20 октября 1941 года в Москве и прилегающих городу районах осадного положения дополнительно возложило на войска НКВД задачу обеспечения общественной безопасности в столице. Войска вели борьбу с вражескими агентами, диверсантами, нарушителями установленного порядка, осуществляли круглосуточное патрулирование и несение службы на контрольно-проверочных пунктах. Важное политическое значение имело проведение 7 ноября 1941 года военного парада на Красной площади, где почти половину личного состава составили военнослужащие войск НКВД. Из 89 батальонов, участвовавших в параде, 42 батальона были из состава войск НКВД, в том числе и из прославленной отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Держинского. Благодаря контратакам и контрударам советских войск к началу декабря 1941 года противник был остановлен на расстоянии 30 километров от Москвы. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой, в котором активное участие приняли соединение и гонские части войск НКВД. Отличившийся при обороне Тулы 156-й полк войск НКВД участвовал в освобождении 25 населенных пунктов. В ликвидации Елецкой группировки противника участвовала 57-я бригада войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, воинские части которой освободили 192 населенных пунктов, уничтожили более 4,5 тысяч солдат и офицеров противника. Участие войск НКВД в героической обороне Сталинграда Основные усилия немецко-фашистских войск в летней кампании 1942 года были сосредоточены на юге страны для выхода к нефтяным районам Кавказа и плодородным районам Дона, Кубани и Нижней Волги. Летом 1942 года начались ожесточенные оборонительные сражения советских войск на Сталинградском и Северо-Кавказском направлениях. С августа 1942 года оборону на ближних подступах к Сталинграду заняли соединения и воинские части войск НКВД. 10-я стрелковая дивизия, 249-й конвойный полк, 91-й полк по охране железных дорог, 73-й отдельный бронепоезд и 178-й полк по охране особо важных предприятий промышленности. Основу гарнизона Сталинграда составляла 10-я стрелковая дивизия НКВД под командованием полковника Сараева, сформированная в феврале 1942 года. 23 августа 1942 года в связи с создавшейся угрозой прорыва передовых частей противника к Сталинграду, командующий Юго-Восточным фронтом генерал-полковник Еременко приказал командиру 10-й стрелковой дивизии занять полосу обороны общей протяженностью в 35 километров. Обороняясь на этом участке, личный состав 10-й стрелковой дивизии войск НКВД до 1 октября 1942 года сдерживал атаки противника и одновременно контратаковал немецко-фашистские войска. Примером мужества военнослужащих дивизий служит подвиг красноармейца 6-й роты 2-го батальона 272-го полка Ващенко, который своим телом закрыл амбразуру Дзота, дав возможность развить успех контратаке роты. За этот подвиг красноармеец Алексей Егорович Ващенко был награжден орденом Ленина посмертно. Ведя непрерывные боевые действия с численно превосходящим противником, воинские части 10-й дивизии несли большие потери. К началу октября 1942 года из ее состава в Сталинграде оставался только 282-й стрелковый полк, оборонявшийся на подступах к тракторному заводу. К 18 октября 1942 года остатки воинских частей дивизии в составе около 200 человек были выведены из боев на левый берег Волги. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленной при этом доблесть и мужество 2 декабря 1942 года 10-я стрелковая дивизия войск НКВД была награждена орденом Ленина. Участие войск НКВД в битве за Кавказ Летом 1942 года с выходом немецко-фашистских войск к нижнему течению Волги немецкое командование приступило к выполнению плана по захвату Кавказа с условным наименованием Эдельвейс. Войскам НКВД отводилась решающая роль в обороне Нальчинского, Эрджоникидзевского, Грозненского и Махачкалинского особых укрепленных районов, которые имели важное оперативное значение в системе обороны Северного Кавказа. Основу этих укрепрайонов составили сформированные по приказу НКВД от 10 августа 1942 года Орджоникидзевская командир генерал-майор Киселев, Грозненская командир генерал-майор Никольский и Махачкалинская командир генерал-майор Хоменко стрелковые дивизии внутренних войск НКВД. На оборону перевалов главного Кавказского хлебта были направлены 8-й и 33-й мутострелковые полки внутренних войск НКВД и сводный полк войск НКВД, которые образовали Санчарскую группу войск командир полковник Пияшев. Важную роль в сдерживании наступления противника сыграли действия групп бронепоездов. В одной из них участвовал 46-й отдельный бронепоезд войск НКВД под командованием капитана Фирсова. За период с 24 августа по 24 ноября 1942 года личный состав бронепоезда произвел 47 огневых налетов, отразил 6 воздушных атак, уничтожил 17 танков, 26 автомашин, 6 бронемашин, 4 минометные батареи, 2 артиллерийские батареи, до 1350 солдат и офицеров противника. Командующий северной группой войск генерал-лейтенант Масленников личному составу бронепоезда объявил благодарность. За доблесть, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 46-й отдельный бронепоезд войск НКВД был награжден орденом Красного Знамени. Массовый героизм проявили в боях за Орджоникидзе военнослужащие Орджоникидзевской дивизии внутренних войск НКВД, в частности, 273-го стрелкового полка, а также особого полка войск НКВД, который был сформирован из курсантов и выпускников Орджоникидзевского училища войск НКВД. В боях заселения Гизель участвовал 34-й мотострелковый полк, усиленный несколькими танкетками и бронемашинами. Смелость и отвагу проявил командир батареи 45-мм пушек старший лейтенант Кузнецов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года Ивану Лазаревичу Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза. 9 ноября 1942 года рота автоматчиков полка получила приказ уничтожить вражеские дзоты, прикрывающие подступы к Гизеле. В боевом донесении указывалось, подразделения были задержаны пулеметным огнем противника. Младший сержант Барбашов пошел на ликвидацию огневой точки противника. Он подполз к огневой точке, бросил несколько гранат, но противник продолжал вести огонь, мешая продвигаться нашим подразделениям. Барбашов подполз к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру, тем самым обеспечил продвижение подразделения вперед. 21 ноября 1942 года в районе Алагира такой же подвиг совершил командир взвода 276-го стрелкового полка 11-й дивизии внутренних войск НКВД младший лейтенант Гужвин. За эти подвиги младшему сержанту Барбашову Петру Парфеновичу и младшему лейтенанту Гужвину Петру Пузьмичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В наступательных операциях Северо-Кавказского фронта весной 1943 года из состава войск НКВД оборонявших Кавказ наиболее активное участие приняли Сухумская стрелковая дивизия внутренних войск НКВД командир полковник Микрюков и первая отдельная стрелковая дивизия внутренних войск НКВД командир генерал-майор Пияшев. Многие военнослужащие первой отдельной стрелковой дивизии внутренних войск НКВД проявили в боях мужество и отвагу. Среди них командир отделения 2-й роты 1-го батальона 26-го стрелкового полка сержант Таран Петр Тихонович, которому присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Битва за Кавказ длилась 15 месяцев с июля 1942 года по октябрь 1943 года. Если под Москвой был развеян план Глицкрига немецко-фашистских войск, то на Кавказе вслед за поражением вермахта под Сталинградом окончательно была похоронена мечта гитлеровского командования о кавказской нефти и вступлении в войну против Советского Союза Турции и Фуни. Участие 70-й армии в боях на Курской дуге Одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны была Курская битва, которая включала оборонительные и наступательные операции Красной армии по срыву мощного наступления немецко-фашистских войск и разгрому стратегической группировки противника в июле-августе 1943 года. Участие в Курской битве приняла отдельная армия войск НКВД, которая была сформирована из личного состава войск НКВД. В феврале 1943 года она была переименована в 70-ю армию и передана в состав Красной армии. В июле 1943 года 70-я армия входила в состав Центрального фронта, оборонявшего Северный Орловский фас Курской дуги. Личным составом армии были построены три оборонительные линии, при этом особое внимание обращалось на создание противотанковой обороны. Перед передним краем и в глубине обороны были установлены десятки тысяч противотанковых и противопехотных мин. 5 июля 1943 года ударная группировка противника обрушилась на оборонительные позиции 70-й армии. Ценой огромных усилий и потерь противнику удалось вклиниться в оборону армии на 6-8 километров, но контур удара, подошедших из резерва танковых частей Красной армии парализовали его продвижение. В дальнейшем в ходе оборонительного сражения на северном фасе Курской Буги личный состав 70-й армии показал высокие моральные и боевые качества. Отважно сражались с гитлеровцами артиллеристы 3-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады под командованием полковника Рукасуева. Главный удар танков приняла на себя батарея капитана Игишева, которая только 9 июля 1943 года уничтожила 19 танков противника. В штаб бригады поступило сообщение старшего сержанта Склерова. Капитан Игишев и старший лейтенант Тартузов пали смертью крабры. Уничтожено 19 танков врага. В батарее осталось одно орудие, колесо его разбито, подставил ящик и продолжают драться. За этот подвиг Игишеву Георгию Ивановичу 7 августа 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Благодаря исключительному упорству, стойкости и искусству маневра, к исходу дня наши войска добились того, что наступление немецко-фашистских войск захлебнулось и прекратилось. Боевые действия 70-й армии были высоко оценены командующим Центральным фронтом, маршалом Советского Союза Рокоссовским Константином Константиновичем, который отмечал, что в полосе обороны армии с 5 по 12 июля 1943 года противник потерял до 20 тысяч солдат и офицеров. Было подбито и сожжено 572 вражеских танка, из них 60 тигров, сбито 70 самолетов. Личному составу 70-й армии за проявленное мужество и героизм при обороне Курской дуги была объявлена благодарность от Верховного Главнокомандующего Сталина Иосифа Виссарионовича. Участие войск НКВД в боевых действиях в третьем периоде войны и при разгроме милитаристской Японии. Основные усилия войск НКВД в третьем периоде войны были сосредоточены на выполнении служебно-боевых задач по своему предназначению. Однако в сложной боевой обстановке личный состав войск привлекался для разгрома группировок немецко-фашистских войск и вступал в боевые действия с оставшимися в тылу советских войск группами противника. Так, в воинской части 23-й дивизии войск НКВД при выполнении служебно-боевых задач в Румынии с 31 августа по 2 сентября 1944 года вели бои с остатками немецкой пехотной дивизии. 145-й стрелковый полк 64-й дивизии войск НКВД за участие в штурме города Познань и проявленный при этом героизм был удостоен почетного наименования «Познаньский». 273-й стрелковый полк 63-й дивизии войск НКВД за отличие в боях при обладении городом и крепостью Гданьск получил почетное наименование «Гданьский». Воинские части 57-й дивизии войск НКВД в период с 16 по 30 апреля 1945 года вели борьбу с остатками разгромленной Кенигсбергской группировки немецко-фашистских войск. Непосредственно в боях за Берлин участвовали подразделения 374-го стрелкового полка войск НКВД. Во время разгрома милитаристской Японии войска НКВД принимали участие в борьбе с группами японских войск при фронтовом тылу. Личный состав показал при этом высокое профессиональное мастерство и проявил самоотверженность. Например, 2-й батальон 289-го стрелкового полка войск НКВД при прочесывании местности встретился с группой японских войск численностью свыше 1000 человек. В течение 6-часового боя батальон разгромил врага. Японцы потеряли свыше 300 солдат и офицеров. В период с 5 по 9 сентября 1945 года 3-й батальон 26-го стрелкового полка войск НКВД разгромил три группы японских солдат общей численностью 550 человек. Войсками НКВД было занято и проверено 194 населенных пункта, в том числе города Сахалян, Айкунь, Уюнь, Шивей и Джурганхер. Таким образом, личный состав войск НКВД в годы Великой Отечественной войны принял активное участие в боевых действиях против немецко-фашистских войск. Соединения и воинские части войск НКВД привлекались к ведению оборонительных и наступательных боев, участвовали в обороне крупных городов и районов обороны. Всего в боях с различной продолжительностью участвовали 58 дивизий и 23 бригады войск НКВД. Служебно-боевая деятельность войск НКВД СССР в годы войны. Деятельность войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии. Участие в боевых действиях не снимало с войск НКВД выполнение служебно-боевых задач как на фронте, так и в тылу. Постановлением правительства страны от 25 июня 1941 года в целях охраны войскового тыла был введен Институт фронтовых и армейских начальников охраны войскового тыла. Главной задачей войск НКВД по охране тыла было обеспечение порядка в войсковом тылу. Личный состав войск выполнял обязанности в боевых порядках оборонявшихся дивизий, в основном на войсковых дорогах, действуя компактными группами и создавая службу заграждения. В отличие от заград отрядов Соединений Красной Армии, созданных летом 1942 года по приказу номер 227 «Ни шагу назад» и предназначенных для борьбы с дезертирами, военнослужащие войск НКВД боролись с диверсионно-разведывательными группами и воздушными десантами противника. В апреле 1942 года в составе Главного управления внутренних войск было сформировано Управление войск по охране тыла действующей Красной Армии, которое в апреле 1943 года было преобразовано в Главное управление. Начальником управления был назначен генерал-лейтенант Леонтьев, а затем в сентябре 1943 года генерал-лейтенант Горбатюк. Деятельность войск НКВД по охране тыла была направлена на обеспечение скрытности подготовки и внезапности начала наступательных операций. Быстрейшее наведение порядка на освобожденной от противника территории, на фронтовых и армейских коммуникациях. В общей системе служебно-боевой деятельности войск НКВД по охране тыла действующей Красной Армии значительное место занимал такой вид действий, как специальные операции по очистке тыла фронтов. Только в ходе белорусской операции 1944 года личным составом войск было задержано более 3000 подозрительных лиц, из которых разоблачено 183 агента противника, 33 изменника и предателя и более 500 человек прочего преступного элемента. Всего личным составом войск НКВД за годы войны в армейском и фронтовом тылу было задержано и проверено около 4 миллионов различных подозрительных лиц, среди которых было разоблачено более 300 тысяч вражеских элементов, в том числе более 17 тысяч агентов немецкой и других вражеских разведок, более 80 тысяч изменников и предателей Родины и более 100 тысяч других преступников. Деятельность войск НКВД по борьбе с националистическим подпольем и бандитизмом. Непосредственно с охраной тыла действующей Красной Армии была связана деятельность войск НКВД по борьбе с националистическим подпольем и бандитизмом. Наступательные операции 1, 2 и 3 украинских фронтов 1944 года привели к освобождению Западной Украины. На освобожденной от немецких оккупантов территории активно противодействовали нормализации обстановки в регионе вооруженные националистические отряды организации украинских националистов и украинской повстанческой армии, общая численность которых составляла более 100 тысяч человек. После освобождения территории Латвии в 1944 году от немецких войск, большая часть латышских националистов, сотрудничавших с оккупантами, с оружием в руках ушла в подполье и стала создавать латышские националистические организации, которые свою деятельность направляли против органов советской власти и проводимых ими мероприятий. В Эстонии националистические отряды лесных братьев нападали на подразделения Красной Армии и на местные органы советской власти. На территории Литвы с декабря 1944 года активизировали боевые действия формирования так называемой Армии Освобождения Литвы, наиболее многочисленной организации литовских националистов. К весне 1945 года общая численность националистов достигла более 30 тысяч человек. Националистические формирования на территории Западной Белоруссии не получили такого широкого распространения, как на территории Западной Украины и в Прибалтийских республиках. Они были наиболее распространены и действовали в основном в районах дислокации баз польской армии Краевой, а именно в Барановической и Гродненской областях Западной Белоруссии. Тактика действий националистических бангрупп, как правило, сводилась к внезапным нападениям, действиям из засад против небольших подразделений и служебных нарядов Красной Армии, войск НКВД, руководителей партийных и советских органов власти, активистов из числа местного населения. Основной формой действий войск НКВД являлись специальные чекистско-войсковые операции по поиску и ликвидации националистических банг одновременно на большой территории. Во многих случаях они совпадали с операциями по очистке тыла фронтов и армии. В первом полугодии 1945 года войска провели более 5600 специальных операций по борьбе с пандитизмом, в результате которых было уничтожено свыше 76 тысяч бандитов. В ходе борьбы с националистическими обрядами, военнослужащие внутренних войск проявляли мужество и отвагу. Вооруженная борьба с националистическими формированиями требовала от командования и всего личного состава войск НКВД СССР не только отличной булочки, постоянной боеготовности, высокой бдительности, отличного знания оружия и умелого его применения, но и знания о совершенстве организационной структуры националистов, их тактики, способов ведения вооруженной борьбы. Войска НКВД постепенно приобретали боевой опыт в этой борьбе. Деятельность войск НКВД по охране железных дорог и особо важных предприятий промышленности. В период военного времени особую значимость для страны приобрели железнодорожные перевозки, быстрая доставка войск и техники к линии фронта, а обратно эвакуация населения и промышленного оборудования. Учитывая масштабы страны и то, что железнодорожный транспорт являлся основным видом транспорта в годы Великой Отечественной войны, решение задачи по обеспечению его бесперебойного функционирования становилось одним из ключевых факторов для достижения победы в целом. В этих условиях задача по организации и осуществлению охраны и обороны железных дорог и сооружений на них была возложена на войска НКВД. С 22 июня 1941 года по апрель 1942 года войска по охране железнодорожных сооружений приняли под свою охрану 2500 объектов. Особенно резко увеличилось количество принятых под охрану объектов на железных дорогах Европейской части Советского Союза. С 1944 года деятельность войск по охране железных дорог была связана с обеспечением безопасности перевозок грузов железнодорожным транспортом, особенно в западных и прифронтовых районах. Важнейшей задачей войск НКВД в деле повышения обороноспособности страны в годы войны являлась охрана и оборона особо важных предприятий промышленности. В условиях немецко-фашистской агрессии военное производство, ритмичная и безопасная работа заводов приобретали для страны особое значение. Служебно-боевая деятельность войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности в прифронтовых районах и в зоне действия вражеской авиации имела свои особенности. Она выполнялась под авиационным и артиллерийским воздействием противника. Так, гарнизоны 166-го полка войск НКВД не только обеспечивали наземную охрану завода в блокадном Ленинграде, но и совместно с рабочими тушили пожары, ликвидировали другие последствия вражеских налетов и обстрелов. В конце войны в состав войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности входили 6 дивизий и 9 бригад общей численностью более 86 тысяч человек, которые охраняли 500 объектов. Деятельность конвойных войск НКВД в годы войны В годы войны конвойные войска НКВД обеспечивали охрану судебных учреждений, конвоировали осужденных и военнопленных, осуществляли наружную охрану тюрем, фильтрационных лагерей и выполняли многие другие задачи. Задачи по охране и конвоированию военнопленных стали выходить на первый план после окончания Сталинградской битвы в феврале 1942 года, когда была пленена 91 тысяча вражеских солдат и офицеров вместе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Успешное продвижение Красной Армии на запад поставило перед конвойными войсками НКВД новые задачи. Основной объем служебной нагрузки был связан с охраной лагерей и конвоированием военнопленных немецкой армии и ее союзников, интернированных в СССР граждан немецкой национальности и репатриированных на родину советских граждан. Ответственное задание конвойные войска выполнили 17 июля 1944 года, когда по улицам Москвы под конвоем было проведено более 57 тысяч пленных немецких солдат, офицеров и генералов, попавших в плен в ходе проведения стратегической наступательной операции Багратион. Конвойными войсками в годы Великой Отечественной войны были выполнены различные виды службы, от конвоирования и охраны лагерей военнопленных, до охраны строек и разработок полезных ископаемых в глубоком тылу страны. Все это требовало отличного состава войск, особых умений и навыков, выдержки и твердости. Опыт участия органов и войск НКВД в Великой Отечественной войне показал, что выполнение личным составом задач, поставленных правительством страны, обеспечило успешные действия Красной Армии в годы войны. Активное проведение оперативной работы и служебно-боевой деятельности личным составом органов и войск НКВД способствовало стабилизации обстановки в тыловых районах на территории Советского Союза, раскрытию целого ряда тяжких преступлений и снижению роста уголовной преступности в стране. Во время Великой Отечественной войны за мужество и отвагу более 100 тысяч военнослужащих войск были награждены орденами и медалями. По последним данным, в различное время в войсках НКВД СССР служили 287 героев Советского Союза, в том числе 4 дважды героя Советского Союза. 29 военнослужащих за совершенные подвиги зачислены навечно в списке воинских частей войск. Доблесть и боевое мастерство в 45 соединений, воинских частей, подразделений, бронепоездов и учреждений войск НКВД СССР отмечены государственными наградами или почетными наименованиями. Символично, что 24 июня 1945 года на Параде Победы на Красной площади знамена поверженных немецко-фашистских войск бросали к подножию мавзолея Ленина военнослужащие Амсдон имени Дзержинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова